Сюжет данной книги в наши дни на редкость прост и банален, поэтому я дословно пересказывать его не буду. Существует семейная чета Джерри и Катерина Торн, у которых большие проблемы с пополнением в семье. Они пробуют уже третий раз и сейчас его жена Катерина рожает в госпитале при монастыре. К сожалению, ее ребенок умирает при родах, о чем и сообщают его отцу. Он в шоке, потому что он понимает, что их отношения закончатся, как только его жена об этом узнает. У нее и так были большие психологические проблемы с предыдущими выкидышами. И тут ему предлагают заменить ребенка, потому что по чистой случайности в соседней палате произошло все то же самое, но наоборот. Умерла мать, а ребенок остался. Родственников нету, никого нету. Пожалуйста, заберите ребенка себе. Джерри немного поломался, но ребенка взял. И в их семье выцаряется рай. Все хорошо и прекрасно. Катерина чувствует себя прекрасно. В роли матери Джерри добивается огромных успехов на поприще политической своей карьеры. Его назначают послом в Англию, о чем он сообщает своей семье. И в принципе все события важные в книге происходят именно когда они уже переезжают в Англию. Первое главное событие происходит, когда ребенку отмечают четырехлетие. В этот самый момент его мать поругалась с няней. И спрыгнула оттуда. Все гости были в шоке, сами владельцы были в шоке, но ничего с этим поделать они уже не могли. И после этого в доме воцарилась атмосфера гнетущая, атмосфера смерти. Катерина медленно начала сходить с ума, Джерри от всего этого стресса и невозможности что-либо сделать и улучшить как-то ситуацию тоже потихонечку скатывается в какой-то дурдом. В этот самый момент к нему приходит священник, который заявляет ему о том, что он был в ту ночь в госпитале и знает о том, что их сын приемный. И сын этот от шакала, и сын этот сын антихриста, и что ему нужно убить его. А для того, чтобы это сделать, ему нужно поехать в подземный город около Иерусалима. Там он встретит мужчину, и этот мужчина расскажет ему, что нужно сделать. Джерри естественно во все это не верит, но встречает одного фотографа, Дженкинса, который также ему рассказывает, что он был фотографом и на дне рождения его ребенка, и когда этот священник выходил у него из кабинета. И на всех этих фотографиях очень странно проявляются какие-то дефекты. Именно и что произойдет с данными персонажами. Например, у их няни дефект произошел на шее, как будто там был хомут наброшен. А над священником сверху зависло копье, которое вскоре и прикончит данного священника. Джерри и в это отказывается верить, но со временем он убеждается все больше и больше о том, что священник был прав. И он начинает свое собственное расследование. Пока он ведет это расследование, его жена погибает, выпрыгивает из окна. На самом деле ее выталкивает няня ихнего ребенка. Ответов в Риме, там где он их искал, он не находит, и они летят в Иерусалим. Там они находят этот подземный город, находят того самого мужика, и он дает ему семь кинжалов и говорит, что ему нужно сына продырявить семь раз. И только тогда его сын, который сын антихриста, он умрет. Вот это щаде ада. Но сделать это надо на святой земле. Именно так, как рассказал ему этот человек. Джерри Торн хватает эти кинжалы и не верит ни в одно слово. По дороге он даже их выбрасывает. Но его помощник Дженкинс с этим не согласен. Кстати, на фото, которое он сделал случайно себя в зеркале, у него отрубают голову. И так и происходит. Стеклом ему в этот момент отрубают голову. Что придало уверенности Джерри в том, что его сын все-таки сын дьявола. И он, значит, подбирает эти кинжалы, летит обратно, бреет ему голову, потому что тот самый мужик сказал, что у него должна быть татуировка с тремя шестерками. И обнаружил, что шестерки эти на месте есть. Попутно он убивает его няню, собаку, которая охраняет этого ребенка, хватает малыша, мальчугана тащит его в церковь. Но, к сожалению, или к счастью, убить его у него не получается. Потому что вместо того, чтобы продырявить своего сына, когда он уже замахнулся первым ножом, его сзади продырявили полицейские. И так все и заканчивается. Мальчуган уходит к его родному брату и начинает жить с ним. А Читу Торнов хоронят в США. На этом книга заканчивается. Хотя нет, когда они садились в лимузин, сверху над лимузином, над его семьей новой, тоже образовались какие-то дефекты. После того, как их поснимали репортеры. К чему бы это? Сюжет в данной книге потрясный. Он содержательный и он очень информативный. Во-первых, он держит в постоянном напряжении. Он полностью передает чувства и эмоции персонажей и самой вот этой обреченности, гнетущей атмосферы, которая идет на протяжении практически всей книги. Когда ты отрываешься от прочтения, ты вдруг понимаешь, что твое настроение сейчас абсолютно такое же, как и у людей, которые живут в этом доме. И это круто, друзья. Ничего лишнего в сюжете нету. Все, что происходит, оно логично вытекает из предыдущего и перетекает в следующее. Каждая деталь важна и каждая деталь нужна. Текст засасывает. Оторваться от него невозможно. Персонажи в книге прописаны досконально. Читать про это одно удовольствие. Ты любишь этих людей, сопереживаешь им. И даже маленькому мальчику, которого в принципе-то, ну, здесь выставляют исчадием ада, но по книге он никому и ничего плохого не сделал абсолютно. Пишут, что он заставил няню свою спрыгнуть с крыши. Ну, опять же, как бы верится в это с большим трудом. И чуть позже я расскажу, почему. А так, ну, как бы, он ничего плохого не сделал. За него все делают вокруг. Он как будто заложник обстоятельств, который обладает каким-то даром и не может его контролировать ввиду того, что ему всего 3 года или 4, сколько ему там по книге. А все вокруг него совершают какие-то непонятные действия. То вдруг его собственная мать на него как-то холодом дышит. То его отец пытается убить. То няня от него что-то хочет. И, короче, малыш просто в растерянности. Он не понимает, что ему делать. В общем, его даже жалко становится в конце, когда его собственный отец хочет порешать его на ступенях церкви. С логической точки зрения в книге, в принципе, все нормально. Одно вытекает из другой, как я уже сказал, и перетекает в третье. Все детали нужны, все детали важны. И все они к месту. Ничего из текста дополнительно выбросить нельзя. Ну, потому что получится тогда картина неполной. Но логические дыры... Давайте скажем так, логические неточности, потому что все-таки сюжеты, тексты очень хороши. Они, естественно, есть. Мне запали в душу пять вещей, которые я прочел в этой книге, которые не оставили меня равнодушным. И я такой, почему? Почему именно так? Во-первых, с самого начала происходит какая-то фигня. Логичнее всего было бы не спрашивать ничего у отца, а просто подменить детей. Она же его только родила. Отца еще нету. Его даже на месте нету. А она родила. Она сейчас в шоке находится. И тем более они из снотворного вкололи. Она спит. Так почему просто ребенка взять и не подменить? Зачем нужны все эти сложности для того, чтобы ему рассказывать? Для того, чтобы его мать там умерла? Чтобы он взял к себе... А если бы он сказал нет? Что бы тогда? Они бы его в детдом сдали. Что тогда бы было? Им же нужно наоборот, чтобы этот ребенок был поближе к правительству. Что проходит через всю книгу, нам дают понять, что он должен там стать чуть ли не президентом. Просто поменяли ребенка и все. И никаких проблем нету. Никак на сюжете в дальнейшем это не скажется. Для чего все это было нужно? Непонятно. Второй момент, который меня поразил, это смерть няни. Я все понимаю. В книге описывается, что это он заставил ее спрыгнуть с крыши. Маленький мальчик. Но это в принципе нелогично, потому что он ее любил. Она ему была как мать. То есть он играл с ней, веселился. Она за ним следила. Она постоянно была рядом и любила его. Обнимала, целовала. Она души в нем не чаяла. Опять же, это идет из рассказа книги. И он отвечал ей взаимностью. Ему было комфортно и хорошо рядом с ней. И тут ни с того ни с сего он заставил ее покончить с собой. Если мальчик хотел пошалить, то вряд ли бы он для этих целей выбрал человека, которого так сильно любят. Но там же полно других людей. Особенно у него мероприятие. День рождения. Четыре года. Там полно всяких незнакомых ему людей. Всяких сновов. Всяких людей, которые пугают его до чертиков. Почему их не порешать? Больше мне хочется верить, что эта новая няня, которая будет оберегать его и охранять, и которая тоже исчадья ада, это она заставила ее спрыгнуть с этой крыши, чтобы занять ее место. В это мне верится намного больше. Хотя в принципе, в принципе, и мальчик мог по неосторожности, из-за того, что няня обидела его маму, и он таким образом, например, мстил ей, заставить ее спрыгнуть с крыши. Но, опять же, он больше ничего плохого-то в книге не делает. То есть, этот мальчик и ничего и не умеет такого делать. И ничего и не делает. То есть, ну, как бы, я не знаю, не знаю. Мне с трудом верится, что это он докончил няню. И что он вообще мог так поступить. Третье. Больница. Туда врывается няня Демьена и выкидывает Катерину из окна. При этом там описывает, что у нее лицо размалевано. Оно белое с яркой красной помадой. Для того, чтобы зайти в больницу и подняться на седьмой этаж, ей как минимум надо было пройти пост охраны. Административный пост. И при этом на каждом этаже обязательно есть несколько постов медсестер. Как она их всех прошла незамеченной? Вообще мне непонятно. Она выкинула ее из окна и ушла. Потому что в книге нигде не говорится, что она сделала это на глазах своей няне. Ну то есть никаких отсылок на это нет. Она ее выкинула из окна и ушла. Седьмого этажа опять так же куда-то спустилась и вышла. Никем не замеченной. То есть вообще никто не понял, что это она. Тем более человек этот должен притягивать свет взгляда. Как минимум это интересно. Если вы на улице увидите человека в гриме, например, мимо. Вы же обратите на него внимание. Потому что как минимум это нестандартно. А здесь ну как бы зашла, вышла и никто ее не заметил. Четвертый момент, который ранил мою душу, это мужик-истребитель нечисти. У него бешеная родословная. Его предки уже убили двух сынов дьявола. И ему выпала задача убить третьего. И он знает, что он появился на свет. Он знает, что этот сын дьявола родился. Но что он делает? Ничего. Он просто сидит в подземном городе и ничего не делает. Более того, когда к нему приходит священник и говорит ему о том, что сын дьявола родился. Он сам его брал на руки. Он сам его держал, увидел. И все это знает. Тот говорит ему, нет. Твой голос нехорош. Иди, пожалуйста, и приведи отца или мать данного ребенка. Но эти люди ему тоже не настоящие родители. Они ему никто. Они усыновили его. И он это знает. И он все равно говорит, что только родители могут с ним это сделать. И только после того, как Джерри к нему приходит, он дает ему эти кинжалы. И говорит ему, что нужно сделать. В чем здесь прикол? Я вообще не понял. В чем смысл всего этого? Да, он там рассказывает, что Армагеддон был и не один раз уже. Но, блин, я понимаю, что тебе пофигу на людей. И что там Армагеддон и Армагеддон? Но если уж ты можешь предотвратить гибель всего человечества, почему бы тебе не сделать это? Почему ты сам не мог к этому приехать? Мы знаем, что у него там есть агентурная сеть людей, которые сообщают ему все данные. Вот эти всякие там священники, святые отцы и так далее. Но это будет ясно из других книг. Но, блин, он ничего не делает. Он просто ничего не делает. Он сидит в подземелье и все. И ждет чего-то. Чего ты ждешь, блин, гребаный истребитель нечисти? Этот прям момент меня выморозил. Почему этот человек, который такой крутой, описывается, что его предки такие крутые, и что именно их бог послал для того, чтобы противостоять вот этому злу. Они нихрена не делают. Он просто сидит же. Это вообще какой-то... Это просто прям... Съело это мозг. Столько эмоций у меня это вызвало негативных. Прям... Ну и пятый момент, который триггернул меня, это полицейские, которые вдруг появились неоткуда и убили Джерри Торна. Я все понимаю. Но это ночь. Это церковь. И вдруг, откуда ни возьмись, там появляется наряд полиции. Могут быть всякие разные совпадения. Может быть, зло их туда поставило, что оно знало, что они едут именно туда. Либо что-то еще в этом духе. Да, я все это допускаю. Но смотрится это как-то очень странно. Что он только приехал, схватил пацана. Ну, пару минут он с ним поборолся, да, там появился откуда-то огромный ветер. Ну, хорошо, пусть три-четыре минуты он тащил к ступени этой церкви. Ну, блин, откуда они там нарисовались? Что касается моего мнения по данной книге. Книга просто офигительная. Я прочитал ее с большим и большим кайфом. Я реально кайфанул. Я даже не помню, когда я настолько сильно погружался в книгу, чтобы настолько мне было приятно читать. Это, наверное, последний раз было, когда я читал «Безнадегу» Стивена Кинга. Просто фантастическая книга. Несмотря на то, что прошло уже практически 50 лет, не чувствуется, что она была написана когда-то тогда, давным-давно. Это реально крутая книга с крутым сюжетом. Все вот эти эмоции, которые там указаны, ты чувствуешь. Чувствуешь эту гнетущую безнадежность, которая царит практически во всем. Ты понимаешь, что, скорее всего, там будет всем хана. Но все равно при этом ты читаешь и ты кайфуешь от всего, что там написано. Какие крутые персонажи. Ты сопереживаешь им лично. Это вот прям... Последнее время просто такие книги читают для персонажей. Они вообще ни о чем. Просто ты прочитал про него, что не читал. Одинаково. Вообще пофигу на этих персонажей. И настолько крутые здесь персонажи. Они вот прям... Вот прям очень, очень, очень живые. Очень настоящие. Ты реально хочешь им сопереживать. Как будто на настоящие реальные истории. Даже мальчик, как я уже и сказал, даже ему ты сопереживаешь в конце. Потому что он, ну как бы, в принципе-то и не виноват ни в чем. Да, на контрасте с Джерри, как бы, ты за него болеешь. Но потом, после какого-то времени, приходит осознание, что как бы и мальчик-то, ну, особо и ни в чем не виноват в этом месте. Но то, как оно подано, под каким соусом, то, что вокруг него всего этого мальчика происходит, все это очень качественно, вкусно, ярко подано. Ты прям смакуешь эти моменты. Ты кайфуешь. Ты заряжаешься вот этой самой энергией. Когда откладываешь книгу, ты прям реально тебя прет. Вот эти эмоции, которые там происходят, они и здесь происходят внутри тебя. То есть ты тоже это переживаешь, как будто ты главный герой. Тебе есть с кем себя ассоциировать. Тебе есть с кем были в данной книге. И за что переживать. И это очень классно. И вот эти эмоции, которые эта книга вызвала у меня, я уже давно такого не испытывал. Честное слово. Вот прям очень давно не было такого, чтобы ты прочитал книгу и прям кайфанул от нее. Книга «Знамение» Дэвида Зельцера – это одно абсолютно из лучших вещей, что я, наверное, прочитал в этом году. Книга «Знамение» Дэвида Зельцера – это одно и то, что я, наверное, прочитал в этом году. Книга «Знамение» Дэвида Зельцера – это одно и то, что я, наверное, прочитал в этом году.